Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, это новое видео ПГ Final Fantasy 8, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами спасали Реноа, как это ни странно. Что я сделал? Сделал я примерно следующее, я откатился на прошлое сохранение и заработал карту Лагуны и заработал карту Александра. Ох, как же у меня горело от тех правил, которые сейчас у нас установлены, это был капец. Ну ладно, выиграл и выиграл, вроде ничего не проиграл на дискарт, всё отлично. Давай хоть посмотрим, что здесь. Там воздух. Ладно. Ну ладно, так ладно, пойдём внутрь. Кстати говоря, почему-то у меня есть ощущение, что мы сейчас драться будем. Поэтому давай-ка я, наверное, сделаю вот так. Как это делается? Это делается в замене, обмен привязками Реноа. Кто там с нами был-то? Возьми-ка привязки с Квистис. Так что ли? А! Всё, извиняюсь. Косячок произошёл. Вот так. Да? И привязки Реноа возьмёт привязки Идея. Я вспомнил. У нас же Квистис получается пустая. У нас на Идея висели привязки. А на зале так и оставим их. Так, что мы сделаем? Привязки, привязки, привязки. А что у тебя в стражах? В стражах у тебя Квозекоттл, сирена, карбун, плацербер. Ну да, всё правильно, эти привязки как раз-таки Квистис. Да, точно Квистис. Ладненько, так, а теперь ещё я одну вещь сразу сделаю. Вернись вот сюда. По-моему, это так работает. Предмет. И где-то у меня здесь была палаточка. Все схавали палаточку. И пойдём. Теперь пойдём. Какие-то шумы. А, они скинули с себя всё-таки скафандры, наконец-таки. Что? Спасибо, Сквол. Ты снова меня спас. Я не смогу тебя отблагодарить. Не волнуйся об этом. Я сделал то, что хотел. Что ещё? Космический костюм был у нас на пути раньше. Чего? Давай обнимемся. Очень крепко. Я должен знать, что я жива. Я должна знать, что я жива. Жива? Ну иди, подойди. Мы всё ещё должны вернуться. Может, мы сейчас и живы, но взгляни на ситуацию. Ты хочешь жить, так? Ты хочешь вернуться и увиди всех, так? И не стать памяти для других? Точно. Мда, ну, Сквол, ты, конечно, и чудила. Ладно, пойдём дальше. Это у нас Рагнарог вроде как, да? Что за... Что это там ползает? А? Что это? Я не знаю. По-моему, у меня есть карты этого монстра. Если я не ошибаюсь. Нет, животное не выглядит особо дружелюбным. Ладно, давай попробуем пробраться, не потревожив его. Лучше быть готовым ко всему. Надо, да... Надо дважды проверить связку. Ну, скорее привязки. Кстати говоря, да. Насчёт привязок. Способности все на месте? Да. Отлично. Ну, тогда пошли. Кстати, а чё у нас по урону Лгино? 95 всего? Даже не сотня, да? Даже не сотня. Жизнь? Защита от жизни? Что? Серьёзно? Ладно, пускай пока болтается, но я в будущем как-нибудь поменяю это, наверное. Разберусь с этими привязками и поменяю. Не получается, не открывается. Думаю, выбора нет, придётся идти вниз. Ну да, придётся, пойдём. Как раз к тем самым монстрам. Так... Нифига себе ты, шустрый, резкий и быстрый чудо в перьях. Ладно. Так, ну ты один вроде, да? Да, вроде один. Где-то мы как-нибудь справимся сейчас с ним по-быстрому. Слепота. Неприятно, конечно. Но, по-моему, у нас привязка от слепоты есть. Нету. Ну ладно, придётся тогда делать так. Камень колдуна украл. Неплохо. На него усыпление работает. А это, вообще-то, великолепно на самом деле. Кстати, надо бы Реноа с собой потаскать. Я, насколько понимаю, у неё довольно сильные способности лимитов, я имею в виду. Потому что с собачкой её довольно интересный персонаж. Ну и вообще, надо бы вроде как покачать его, этого пса. Анжела, я имею в виду. Предметов нет, опыта нет, зато стражи получили 5 АП. Ну, кстати, он не такой монстр жёсткий, да? Так, а вон там маленькая дверца, это что? Я так понимаю, это два одинаковых хода, да? Ага, зелёный. А если я войду сюда? Это красный, да? Угу. Ну давай, наверное, сначала зелёного, раз мы в маленькую дверцу сначала зашли. Пойдём зелёного отпинаем. Тем более, тут место сохранения появилось. Скорее всего, надо было сначала красного, потом зелёного. Ну не суть, я думаю, они одинаковые все. А может и нет, кто знает. Ну, суть такая же. Ого! Слушай, а он довольно больно бьёт. И, кстати, я слепоту не забыл убрать, да? Спать любишь? Любишь. Ну и спи тогда. Карбунклы, я не думаю, что есть смысл использовать, а вот запинать его до смерти есть смысл. По идее, вторая атака должна быть контрольная. Да, всё. Ну, на самом деле, это легко. Это лёгко, в принципе. Но они не такие жёсткие. Опты опять нет. Предметов опять нет. Стражи получили 5 АП. Окей. Давай, наверное, сейчас снимем негативное состояние. Где это у нас? Мега эликсир. Лекарство, вот оно. Лекарство снимем. Снимем негативное состояние. Суперсильку используем на Рено. Так будет, наверное, правильно. Так, сохранение. Давай, сохранимся. Подсевимся немножко. Кстати, у меня ещё упал этот уровень... Как его? Уровень Сида, вот. Я думаю, как-нибудь его восстанавливаю чуть позже. Так, ну здесь вроде ничего нет. Хм. Странно. Ладно. Опять ты вылез? Ты чё проснулся? Чудик. Интересно, а почему это начнулся? Или, может быть, его надо победить не один раз? Ну, я, типа, не удивлюсь, если не один раз надо его победить. Но... О, отлично. Один пришёл. Он решил нас, это, скажем... Освободить от данной задачи и убить данного монстра. Ну, в принципе, почему бы и нет. В принципе, почему бы и нет. Убил? Убил. Вообще класс. Вообще класс. Окей. Так, опять опыта нет. Камень Ауры. Мм. И 5 АП получено. Так, ну дальше вижу, дверка закрыта, а вот слева есть какой-то проход. Пойдём в него. Здесь фиолетовый. Подожди, фиолетовый. Красный очухался? Нет. Ну, получается, нам надо проскочить, пока этот фиолетовый на нас не загорился, да? Получается. Здесь опять зелёный. Замок открыт. Почему зелёный не активный? Жёлтый. Напал на нас. Чё здесь происходит? Жёлтый, походу, такой же сильный, да, как и все остальные. А у нас очень медленно заряжается энергия у сквола Реноа. Ну, в принципе, они всё же одинаково заряжаются. Но, блин, неприятно. Долго. Ладно, давай. 1400. Спать любишь? Любишь. Молодец. Спи. Отдыхаем, мы пока зарядимся. Ну, он, кстати, слабее, чем предыдущие два. Предыдущие три вида. Извиняюсь, не два, три. Ну, окей, победа. Пять ап. Зелёный пока ещё спит. А может, не спит. Не знаю. Отчёт о монстрах, перевозимых на корабле. Мы уничтожили всех монстров на этом корабле. Но мы оставляем этот отсчёт, если он не снова появится. Монстры от трёх до шести метров в высоту очень дикие и враждебные. Они невероятно плотоядные, нападали и съедали многих членов экипажа. Есть восемь независимых монстров, но они также составляют единство. Монстры могут быть убиты в обычном бою, но это должно быть сделано систематично. Например, если убили одного монстра в каком-то месте и убили другого в другом, то первый монстр может быть оживлён другим монстром. Восемь монстров работают сообща, чтобы содержать колонию. Кажется, что они бессмертные, но это не так. Если их убивать в определённом порядке, то они не будут оживлять друг друга. Вот более ясный пример. Назовём восемь монстров буквами от А до Аж. Ну, или до Н, не знаю. Допустим, монстр Б может оживить монстра А, и монстр Д может оживить монстра Ц, и так далее. Если вы убьёте монстров сразу... Монстра Б сразу после того, как убили монстра А, монстр А будет не способен ожить. Мы заключили, что монстры, которые составляют пары, внешне похожи. Это вся информация, которую мы обладаем. Удачи. Хм. Короче, мы должны убивать их по парам, у которых одинаковый цвет, так? Так, секунду. Хм. Убивать по парам, да? Ну, хорошо, двух зелёных я убить могу подряд. Ну, давай. Давай попробуем убить двух зелёных, потому что вроде как-то можно проскочить. Двух синих, если зелёных убьют, то двух синих тоже смогу завалить. Точнее, фиолетовых, а не синий. Ну, в теории вроде как-то так работает, да? Ну, давай попробуем. Спать. А вот как насчёт красного и жёлтого? Я вот понятия не имею, что с ними надо сделать. С красным и жёлтым. Главное сейчас на синего, вот здесь в проходе не нарваться. Это самое главное. Так, ладно, что там? 5 ап опять получено. Неплохо. Так, здесь мы выскакиваем и резко проскакиваем в другой проход. Отлично. А тут зелёный должен быть, да? Красный? Какого хрена тут красный? Уходим. Здесь зелёный? Нет, здесь фиолетовый. Уходим. Зелёный. Отлично. Иди сюда. Иди сюда, зелёный. А почему они местами поменялись? Не понял. Ну, по крайней мере, фиолетовый не поменялся местами с красным... Ой, с каким-либо другим. Опять слепота. Так вот раз на Рено, да? Нет, всё так же на скволах. Но на нём и так висит слепота, поэтому мимо. Получай. Чудо. Спать. Ну и давай ещё разок. Умирай давай. Спасибо. Так, ну и пожалуй я сделаю сейчас опять сейф очередной. Потому что у меня есть некоторые опасения на этот счёт. Они типа не сложные. Всё? Минус? Ну, кстати, а он не пропал. Не знаю, с чем это связано, но он не пропал. Ладно, сохранить. Давай. Что-то как-то я не уверен в том, что всё будет работать как я хочу. Давай мегазели используем и лекарства опять скушаем. По идее, два зелёных сейчас трупы, и они больше не смогут ожить. Так, проскакиваем здесь аккуратненько. Здесь желательно тоже по-быстрому проскачивать. Чтобы проверить. Здесь тоже проскакиваем. Да, два зелёных мертвы. Отлично. Тогда синий здесь находится справа, точнее фиолетовый. И фиолетовый находится в самом, ну, в самом начале. Давай, иди сюда, синий. Будем с тобой разбираться. Я так понимаю, у красного второй это жёлтый. Вторая пара. Но почему он жёлтый? Мне не ясно, например. Просто я отчётливо видел, что он красный. Ну, кстати, урон у них уже не такой критичный, как мне изначально показалось. Кстати, вот это плохо то, что у нас Рено начала. Ладно, 2200. Слюс скрид. Все дела. Ну, да, окей. Первый раз, когда они меня атаковали, было больнее. Он почти полхп отнял, там 700 было с лишним. Не почти, а полхп у Рено отнял. А так, в принципе, сейчас это не так опасно уже было. Камень-раковина. Страж 5 АП получил. Так, минус 3. Так, нам надо сейчас резко выскочить отсюда. Выскочили. Иди сюда, друг. Тебе пора тоже умирать. Да, конечно, такое себе неприятное. Неприятное очень. Занятие. Только убивать по парам. Блин, ну... Ну, конечно, может быть, я и сильно, скажем так, к этому привязываюсь сейчас в данный момент. Типа, надо убивать по парам, все остальное, это сложно. С другой стороны, эта загадка не такая сложная. Причем описание ей дали сразу. А, кстати, да, я же в этот раз... Я получил как раз таки вот эту зельку. Забыл, как они называются. Несмери, что ли, или как-то так. Ну вот, он красный. Он не желтый. И почему-то скролл быстро откатился слишком. И начал атаку. А, вот он, который больно бьет. Он агрессивный очень. И скролл сейчас опять быстро откатился. Что-то я не могу понять, что происходит. Почему он так быстро откатывается? Он был готов к атаке еще в самом начале боя. Что? Ладно. Пофигу. Так, сразу же получили 5 АП, да? Угу. Так, ну и получается, последний у нас находится там. Так, стоп, а это куда переход? К еще одному красному. А, ну иди сюда тогда. Я уж думал, в желтую мыть и надо. А красный вот он как раз нашелся. Ну, здорово. Тебе повезло. Мы тебя как раз и искали. А, окей. К нам опять пришел Один. В этот раз мы даже ХП не потеряем. Это просто отлично, я думаю. Минус. Ну, кстати, вроде оружие у них одинаковое. Огненное, я имею ввиду. Камень Аура опять получен 5 АП. Угу. Так, от красных избавились. Пойдем дальше. Значит, нам надо еще одного желтого искать. А вот он и еще один желтый. Ну иди сюда, друг. Давай с тобой разбираться. И пойдем заберем второго желтого уже там, где он был в начале. Ой, не в начале, а где мы информацию о них получили. Что-то я хотел сказать опять какую-то фигню. Опять Скволл почему-то раньше ходить будет, чем Рено. Но, в принципе, окей. Что, украли? Ничего. Обидно, вообще-то. Вообще-то обидно. Спать. Скволл. Добивай. Уничтожай. У меня определенно, по-моему, есть карты этого монстра. Но я не помню, как он называется. Просто что-то похожее. Я когда карту выигрывал, вот этого Лагуны и карту Александра, я, по-моему, видел такие карты. Но это не точно. Я не... Скрытые сенсы? Жизнь. Рено, забирай жизнь. Пригодится. Пригодится. А, я понял, что это за локация. Нам надо было обязательно зеленого убить, чтобы там пройти. Вот он, последний желтый. Иди сюда. Твое время умирать. Ну и вроде как все. Я других цветов больше пока не видел. Но, в принципе, буду дальше пользоваться этим правилом. Убивать по цветам. Другого варианта у нас типа нет. Две двести. Хороший урон, мне нравится. Да и урон Рено меня все равно радует. Даже при том, что у нее не полная ультима собранная, скажем так, для двухсот урона. Я бы с радостью ее с собой потаскал. С таким-то уроном. Уж простите, но урон у нее действительно знатный. Ну и, кстати, в сон она закидывает быстрее, чем Квиспис, мне кажется. И откатывается она чуть быстрее. Получен метеорит. Пять ап. Так, окей, убили всех монстров. Да, они пропали. Трупы пропали. Так, отчет, отчет. Ага, да-да-да. От шесть... От трех до шести. Подожди, ну все получается, да? Ну, получается, я это все уже прочитал. И что мне дальше делать? Может быть, та дверь открылась, которая была вот здесь в проходе? Так, не здесь в проходе. Стоп. Или здесь тоже проход? О, еще одна вытяжка. Личенра. Ну, давай заберем Личенра. Почему нет? Так, здесь закрыто? Нет, все так же закрыто, как и было. Вернемся обратно. Поднимемся наверх. Может быть, здесь проход открылся? Ну, а, здесь мы уже, получается, были. Ну, пойдем тогда обратно, где мы встретили желтого второго. Мы же там еще... А, стоп, мы там тоже все изучили. Это то место, откуда мы прибыли. Ну, да, да. Хм. Хм-хм-хм. Тогда мне ничего пока не ясно, куда нам надо. Может быть, на ту точку, на которой стоял желтый? Ой, зеленый? О, ну да, ну да. Вау! Я должен летать на этом. Что это такое? Сквол, оно пытается говорить. Громкость? Это станция Стар. Это... Рагнолёк, как слышите? Рагнолёк, как слышите? Радиосигнал. Это станция, принимаете? Ну, тип, вы спасены. Это корабль Рагнолёк. Опа. Это правда, Рагнолёк? Вы в космосе, да? Да, но я понятия не имею. Понял. Мы можем вас защищать... Засечь отсюда. Мы можем идти домой? Рагнолёк, 17 лет прошло. Мы можем вернуться. Оставь это нам. У вас должно хватить топлива. Введите своё местоположение в атмосферную программу, и всё будет в порядке. Когда вы войдёте в атмосферу, мы можем вас направлять. Всё будет в порядке. Как мне вводить данные? Не торопись. Пойдём шаг за шагом. Ты в кресле пилота? Здесь слишком много кресел. Оно где-то справа. Сядь туда. Где-то справа? Ну, получается оно, да? Я сел. Видишь панель перед собой? Да, вижу. Остальное просто. Вводи следующие данные. Давай. Ну, я читать их не буду, потому что это нечитабельно. Вёл. Теперь. Что-то там, что-то там, что-то там. Много вопросов. Вёл. Нет ошибок? Да всё в норме. Дальше я уверен, что всё в норме. Но есть кое-что, что ты должен сделать. Выключи генератор гравитации. Это сэкономит много, немного топлива. Используй ту же панель, чтобы выключить его. Ну, ладно. Это должно быть... Готово. Использ soit... На youtube. Готово. Ага. У нас по-нам. Продолжение следует... 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 я могу идти хорошо мы направимся в мире мемориал колдовства рено нет не уходи спасибо скол но мне нужно идти рено ох у меня все еще твое кольцо можешь оставить его себе точно да конечно вот что рено решила я же ничего не могу поделать с этим так ошибаешься сквол ошибаешься хотя может и не ошибаешься кто знает так я так понимаю нам нужно идти за ними или нет подождите-ка секундочку а могу ли я воспользоваться рогнареком так это оказывается был выход все понял окей это даже неплохо так а где у нас был подъем на сюда я выйти не могу подъем у нас был возвращаемся обратно поднимаемся по лестнице говори уже договорю по лестнице и проходим в комнату да я же не буду по пустыне пересекаться пешку и идти пешком по ней походу буду блин обидно конечно ну ладно чё делать чё делать значит пойдем пешком или подожди-ка или же нет вообще мне сейф нужен но ладно да просто посмотрим хотя бы на то что имеем но я так и думал до квестис пришла в принципе это логично я дома как ты сюда попала но много всего произошло и какое-то время было без сознания после того как спасательная капсула приземлилась когда я пришла в себя там были только я и пьет и от а этот парень который сбежал с нами что случилось салон и он уже не было с нами и не только это там еще были следы и борьбы надеюсь она в безопасности спас спасательный экипаж из стара привез нас сюда спасательный экипаж сказал нам об этом корабле и чтобы все целы понятно сквол когда выпрыгнули в космос вы больше ни о чем не думали не правда ли точно интересно сделал бы сделал бы кто-нибудь то же самое для меня а так где же принцесса которая изменила всегда осторожного сквола и но это вам зал ирвин сэлфи там сквол так рад что вы целы мне очень неприятно тебе это говорить но у нас тут большие проблемы вот пожалуйста вот эта большая штука лунатик пандора взялась из ниоткуда матрона не смогла достичь того чего собиралась из-за этого и это хорошо матрона больше не колдунья матрона кому-то отдала свои силы не осознавая этого это вино и ну да голубодинцы контролируют лунатик пандору они достали ее из океана куда и старт запрятал ее много лет назад внутри и лунатик пандора есть штука как которая называется кристаллическая колонна она призывает монстров с луны и монстры прибывают падая с луны здесь полная паника здесь падали не только монстры колдунья адель прибыла им вместе с машиной которая сдержала и содержала ее я полагаю что поток монстров направил машину лунатик пандора поймал адель в этом потоке доктор одайн думает что это могло быть истинным намерением голубодианцев смысле звук пока хватит но сквол знаю знаю что у нас проблемы но я не могу о них думать сейчас чем дело или давайте при колдунья она брела силу матроны эскорт со стара прибыл чтобы забрать рено на гено и теперь на истали мы должны добраться на нее ее взяли силой нет это было решением вино она боялась становиться колдуньей боялась того что ее будут бояться и ненавидеть боялась того что никто не захочет быть с ней она сказала что не справится разве ты не пытался остановить пол это было решением рено какой право я имел прикосновить хватит о чем ты говоришь зачем же ты вышел в космос как не для того чтобы спасти рено чтобы отдать ее и стару так что может быть ты ее больше не увидев не точно это не потому что ты хотел быть рено ты дурак серьезно дурак может быть что я делаю может я больше никогда и не услышу голоса рено что же я делаю что я могу сделать конечно ты решил направляемся направляемся в стар до пандора как там и как там ее и колдунь и адель не в моей власти я даже не знаю где искать сис единственное что я знаю рено единственное что я точно хочу сделать касается рено мы вернем ее хватит на произносить ее имя в принципе так что мне надо поговорить я так понимаю кристис ну-ка скажи мне что нибудь умная нет может быть мне сесть нет уйти отсюда эй эй а простите мы летим надеюсь что это я не так но я вижу сельфи в пилотском кресле сельфи кричит вуху мы летим а рядом с ней очень возбужденный ирвин понятно понятно ну шо опять надо замену делать да конечно рено будь добра отдай привязку свои назад кристис зелты у нас так с привязками ирвина с привязки отдал да да вроде как все проверим по привязкам зелтам с привязкой здесь тоже с привязкой все отлично давай заранее еще скушаем вот эту штуку под названием мегазелье и пойдем на самый выход потому что вроде как там был цель мы я знаю что мне надо якобы подняться на мостик поговорить там со всеми но нет не дает мне туда зайти а где у нас еще один сейф рум был по-моему если не ошибаюсь сейф рум у нас еще был здесь в маленькой вон той комнатушки комнатушка будь добра скажи мне что здесь есть сейф отлично и . вытягивание скрытая полная жизнь везде забирай полную жизнь пригодится так точка сохранения давай сохранить слот 1 где мы там были в ангаре да ну а на этом все есть понравилось видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал пишите комментарии подписывайтесь на групп вконтакте увидимся позже всем пока